Пшеничка 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 Вот и встань, и в угол дни есть. Ох, еще и курица тут слышала. Тихо, на реку другую одела, но мне драные все. Миша, может ты сходишь там у путенка-то, перенесешь все? Я перенес уже. А? Перенес уже. Перенес? Вот смотри, вот он зараженный, видишь, смола течет. Смола течет, знаешь, караэт у вас замесли. Ну, вот еще вишни, вот и дезинерные, вроде, стоят. Вот он уже весь зараженный, потому что вот смола пошла, на следующий год будет мысль вот такая же стоять. Никто тут никогда не будет расчищать, потому что до дороги далеко, проездов нет. Сгниет сама она. Просто это надо было рубить на стадии заражения. Я сам миллион елок посадил. Постоянно в машине посадочной сидел. Все через меня проходили. По 60 гектаров в год сажали. И вот это вот квартальные просеки. Что туда, что туда, перекресток просто. Все, елка вся лежит, на танке не проедешь. Он там огней перескочил. В 93-м году я вот устроился. Работало 46 человек мясничества. Было 14 мясников. Помощник, мясничий, два мастера, бухгалтер. Три бригады. Скотный был, баня. В 2008-м. Сказал Путин, что мясное хозяйство не рентабельное. Все закрыли. Всех на улице оставили. Там человек 10-15. По одному инспектору. Не знаю, там в конторе кого-то. С тех пор в лес уже не войдешь. И податься некуда. До Москвы 100 километров. Нет. В Серпуху ездят за те же самые деньги. Там за 20-ть никого смысла нет. Так. Живет народ на 5 тысяч населения поселок. Тихо. Аккуш. Ну всё patta. Чё? Что надо? То ли в крови, то ли еще что-то. Это не кровь, это крылышко или лапка. Или пузико. Давай, 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 малыш. Давай, давай. Давай, вылазим. Сосбожди. Сосбожди. Все, не нужна больше. Выключать ее из розетки? Да, выключу. Саша, шараповер посадил, да хоть зарядил. А белый свет где будет? Ну, надо сюда повешать лампочку. Надо вешать им лампочку. Сейчас я сюда повешу поемку и кормуху. Ты думаешь, что они сообразят? Что они, тупые что? Ты хрен его знает. Я знаю, что они маленькие еще. Причем тут тупые. Чего ты там сидишь, курмышишь? Иван, на, возьми яйца, а? Снесай с мелкой вот ящиком гуси. Какая мелкая? Ну, как курица, вот карабчик, да. Блин! Ну, Миш, ну вылетело, чего-чего. Вась, иди, мой мальчик, иди. Вот, 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 яичко. Ешь. Вась, она, наверное, лапу доедает. Она лапу не доела. Иди, посмотри. Как так? Ну, просто кусок сидит, сейчас снесет ее. А, она, все, я поняла. Она садится к этой, чтобы снести там яйца, ее яйца. Ну, Миш, ну сколько выведется? Там, который не подписан, ее можно сразу забрать. Я тебе сразу говорила, ей нужно отдельный домик делать. Они вместе с ним, видишь, они все туда к ней ходят. И мы яиц не видим. Давай их пересадим. А ты же орал, не надо. Давай их пересадим все. Ты меня никогда не слушаешь. Я даже больше говорить ничего не буду. У нас новенького, у нас приплод. Миш, сколько штук, ребята? 18. 18. И до этого 8. Гусят, гусят, гусята вывелись. Вчера. Вот. Выхаживаем. Ты как? Чего-то ты не звонишь. Не можешь, да? Да? Вот. Ну, ты-то что расскажешь? Игорек, у нас все по-старому. Игорек, сейчас у меня это, уже скоро это, получка будет, я тебе денежку на карточку тогда переведу. Хорошо? Подождешь? Он уже отучился в техникуме, сюда приехал по распределению, здесь год прожил, а потом мы с ним то ли два, по-моему, а потом мы с ним познакомились. Нас женщина познакомила, в Калуге нажила. Ну, свела нас, встретились. Ну, он мне тогда не очень понравился. Но потом стал ко мне в деревню приходить, я к нему. Ну, потом сошлись. Он мне потом предложение сделал. Ну, как предложение? Сказал, давай вместе жить. Ну, давай. Ну, вот так и живем по сей день. 22 года уже живем. Ну, вот. Миш, ты знаешь, я тут в интернете посидела, почитала. Мы с тобой, конечно, погоду неподходящую выбираем, переселяем. Надо дождаться теплой погоды. Ну, там мамочка будет. Миш, да, можно переселять с 20-дневного возраста в помещение, в сарай, пишут уже из дома. Можно. Но, опять-таки, при наличии хороших погодных условий. В сарае должно быть плюс 18 градусов, Миш. Вот сейчас, вот, когда мы переселим. Ну, у них под мамочкой будет 18. Хладит 18. Сейчас 18 на улице нет. Нет, ну, правильно, на улице, конечно, нет. Я про сарай говорю. Я им повешу, что я термометр. Не нравится мне там этот гусенок последний. Он вообще полудохлый лежит. Он даже водичку не пьет. Я вот его сейчас макала. И он опять перевернулся вот так на спину и лежит. Хер с ним. Сейчас вот два. Если доживут до завтра, значит доживут. Да дожить-то, может, они доживут. Если встанут завтра. Если встанут на лапку, все, пойдут с нами дожрать, пить. Значит, пойдут. Не пойдут, значит, в расход. Молость. Так, вот, вот. Так, сюда припал. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну да, да, я в ночь работаю. один один собрал че с ней идем-то катали с ней ночью больше знак заработал чем ждем чего две пятьсот залил я восемьсот короче дать чё-то цыплятов поездых они маленько 35 вывел я наверно их подморозил промерз а под лампушку сажал под лампушку сажал у меня там обогреватель прекрасный но я видишь вроде как жарко было выключил а сначала они не в том дело они первых давят друг другу я их еще всех вместе посадил 80 штук погубил ей долбать с порошенко было не весело а сейчас хоть подром ну это реально правильно нужно за справедливость пусть он не понимает ничего политики но он же нас приколист а кота месячная зорами я с ничьяка месячная зоря на ясно я выедно хоть гол и я на я и я стыб все до хваниночки я ж на руках и внизу да точно а 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 Давай-давай. Не живите. Ой, ой. Войни, вы еще. Ну смотри, что они делают, не надо. Убери их. Кого? Миш, на хрена ты это делаешь? Ты что им будет? Ничего. Дай я их в другое место посажу. В какой ты идёшь? Да пошел ты, делай ты что хочешь. Уже не все поддыхают. Динай... 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 КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ